Элюэна Лойкин 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 Походы такие же, такой же, это самый. Дальше следующая вещь, тэвэль. Человек, который съел, получает бичевание. Говорит, Раши, где мы это учим, мы вело ехалилю из худшебной Исраэля шер Яриму. Значит, есть пасук, ло ехалилю, худшебная Исраэля шер Яриму. Не обскверне, не делать ехалилю, как сказать по-русски. А? Ехалилю. Не унижайте, нет, никак. Не ехалилю, ехалилю, т.е. отношить уважительно. А? Есть понятие кодыш, это святость. Есть понятие холи, это не святость, а наоборот. Не делайте не святым, т.е. не делайте будним, скажу. То, что это самое, скудшебная Исраэля. Что такое, что на Исраэля делают кодыш, т.е. тоже на Исраэля отделяют, десятины и так далее, это называется кодыш, это святое. Не надо делать это холи, а шер Яриму, которое они будут поднимать. Т.е. говорится здесь про ситуацию, когда она еще не подняли, еще не отделили. То, что надо отделить, и все равно, если это делал, написано лои холюлу, на это есть лав, лои холюлу, нельзя это делать хохоль, т.е. нельзя это есть обычный рейм, т.е. никому нельзя есть. Дальше вещь у Майсер Ришеншелонитлатрумато. Еще одна вещь, которая тоже называется Тевель. Тевель – это вещь, которая неотделенная, это самое, что это такое. Майсер Ришеншелонитлатрумато. Майсер Ришен первую десятину, которую отделили, нужно отдать левитам. Левита должна отделить от нее еще десятую часть, которая является сотой частью от всего. Майсер, Мина Майсер, так называется вторая, десятая, десятая части. Это еще называется у нее Трумус Майсор, также она называется, и должны отдать ее Левите Коинам. Все время, пока Левите Коинам не отделили эту десятую и десятую части, эту десятину, которую дали Левитам, есть нельзя. Человек, который ее съел, называется тоже, что он съел. Тевель, из-за этого полагается в учебании, а? Не важно, Леви, Исруя, не важно кто. Исруя, я не хочу допомнить, как повезло. Нет. А Лев Махлавки с этим самым Майсоришем, Матарда Зарима, Аласулу Зарима, Аллаху Боскану Зарима. Полагается, что Майсоришем не должен отделять сам себе? Должен отделить, не должен никого отдавать. Может быть, то же самое. Да. Майсоришение Шелонивде. Майсоришение Шелонивде, что это значит? Что Майсоришение Вуахальху с Лерушалаем. И написано, Лотухаль Шелихольбышу Ореха. Значит, Майсоришение, что мы сказали, вторую десятину, которую отделили в первом, втором, четвертом, пятом году, нужно принести в Иерусалим, и там ее есть. Если кто-то ее съел вне Иерусалима, то он нарушил запрет, за который тоже полагается вычевание. Тоже на вас еще написано. Майсоришен Шелонивде. Откуда написано? Лотухаль Хольбышу Ореха, Масарда Гунховы Сверхховы Туреха. Что это такое? Такой примерно послух написано. Я забыл хумыш, но неважно. Можно поверить. Потом. Нет, лучше целиком. Если издание. О, тоже надо. Спасибо. А ты сам об этом осмотрим, если надо. Значит, так написано вдворим Ютбет. Не сможешь есть. Большого Ореха, насколько вам так написано. То есть не сможешь есть, запрет есть. И за этот запрет полагается вычевание. Но что? Написано, Майсориш, что такой лоневду, который не выкуплен. Почему, думаю, снимается шесть, на шее не написано, что это вторая дистину, что если далеко от тебя место, ты не можешь тащить все в Иерусалим, ты можешь выкупить его за деньги. Таким образом, святость, которая есть в этих плодах, переходит на деньги. Соответственно, эти плоды становятся обычной хулин, обычный урожай. А этот Майсор, а эти деньги, которые ты сам, на них есть святость, их нужно нести в Иерусалим, на них покупать еду. И тогда святость переходит с денег на еду, которую он покупает. А деньги становятся обычными деньгами. Так это работает. Дальше. Эгде-шилонивда. Значит, следующая вещь, которая написана о смешне, это Эгде-шилонивда. Что такое Эгде-шилонивда? То есть, если человек что-то посвятил храму, то этим нельзя пользоваться. Называется меида. И если человек это съел, то за это получается мечевание. Если, допустим, это была дача, которой любую вещь может съесть храм. За это получается мечевание. Где написано, что это нельзя делать, что значит, что это нельзя делать, что такой запрет есть, что есть такой лав, что запрет, так не делай. Говорит, Раши, лома фураж, курках, не нашли, то есть, это ничего не... И говорит, кажется, что Раши, что мне кажется? Есть гмара басанедрин. Следующая вещь, говорит, мра. Езин бмаила, раби умер бэмиса, баххои умрим бэазгоры. Шенеймар. Значит, что это значит? Человек, который есть понятие маила. Что такое маила? Маила – это использование каким-то образом любой вещь, которая была посвящена в храм. То есть, человек, который в храм может посвятить любую вещь. И что с этим делает храм? Зависит от твоей вещи. Если это вещь, которая годится для того, чтобы построить, например, кирпич, его строят, когда надо. Или когда это самое. Есть вещь, которая не годится для того, чтобы ее использовать в храме, ее продают гизбарим. То есть, ответственно, люди за это самое. В храме они продают эти вещи. Деньги идут в купу, как в русский. В казну, в храм. В казну? Да. В казначей. Что? В казначей? Не знаю, как вообще его очень хорошо. Ждет в казну храма. Что с этим делают в храме? В храме что с этим делают? В храме, соответственно, что надо, то и делают. Когда надо что-то купить, то хоть не покупают. Как будто ни было. Человек, который получает удовольствие от этой вещи, он называется Моэль. Маила. Если он это сделал случайно, написано в таре, что он должен принести этот самый. Принести жертву Маила и так далее. Человек, который сделался специально. Ребе говорит, что у него полагается на показание, которое называется Митаба и Дея Шамайма. Смертная казнь в руках небес. В храме, что это Азора. Что такое Азор? Обычный лав. Обычный запрет, который делается. Маитэминдарэби. Айти хэт хэт метрума. Откуда знает Ребе, что это есть мета? Написано, что это Азора Шава, хэт хэт метрума. Так же, как в Труме написано, что есть мета, Дея Шамайм. И там написано, так сказать, в мету по Хихиллу, по-моему, написано. Парабонен метрахмону мету бой. Написано, правильно я сказал. Мету бой, Хихиллу. В Труму написано мету бой. Только за него полагается смертная казнь в руках Шамайм. В руках небес. В ло и маила, а маила нету мета. Несмотря на то, что нету мета, как мы сказали в Труме уже есть. Лав, ло и хэллу, это лав. Несмотря на то, что за это лав полагается мечевание. Поскольку учится хэт хэт метрума, отудучит их гзира шава. Гзира шава, если написано одинаковое слово, получили хазарит шутак. Учут из одного и другого. Так же, как в Труме есть лав, так и в маиле. И в маиле, то есть человек, который получает удовольствие от Эгдаши, есть лав. И поэтому за это полагается мечевание. Так говорит Раша. Мы уже заканчиваем почти мишну. Последний закон мишне, который говорит. Сколько ему надо съесть Тевель? Это не лав, давка Тевель, я так понимаю, но будем разбирать. Что такое? Сколько ему нужно съесть? Какое количество еды ему надо съесть? Тевель, это неотделенный, как мы сказали. Тевель это урожай, который мы отделили. Ромотом вас род. Сколько ему нужно съесть? Ему полагается будет мочевание. Рабишима номер кольшу. Рабишим говорит, кольшу, сколько бы ты ни съел. Маленькая даже, любая вещь, которую ты съел, все равно будет полагаться в мал кус. Вот дай. Все остальное, здесь практически все, кроме нескольких исключений. Там типа хлутцы, здесь все и сурим дурайсов. А? Что? Вот дай, сурим дурайсов. В хохоемом рим кезайс. В хохоем, говорят, нужно съесть кезайс размером с маслину. Сегодня это, соответственно, от 25 до 50 самак. От 17, нет, от 17 до 50 самак. Спор есть. Что такое кезайс, но не важно, не будем в это заходить сейчас. Что все время, пока не съел кезайс, то есть кезайс размером с маслином, пока что нет, это малкость. Пока что не полагается это бочевание. Сказал мраби Шимон мудрецам, которые сказали, что достаточно, что нужно съесть кезайс. Съяты мойдем либо хэль намала коль шигу, шигу хаяв. Разве не согласны с тем, что человек, который съел муравья, который размер даже очень маленький, меньше, чем кезайс. Меньше, чем маслину, все равно ему полагается бочевание. Почему написано? Коль шэр слой эту хэль. Любое ползучее, я не знаю, как перевести это по-русски. Шэр, то есть какие-то... Нет, при КСПК, это очень неправильный перевод, полностью неправильный перевод. Шэр, включая в себя хульда, хульда это млекопитающий. Шэр это объяснение, это животное, которое ходит, которого брюхо близко к полу. Совершенно неважно, какого оно по-научному разу это сделало. Любое животное, которое ходит брюхо близко к полу, называется шэр. Так Раша объясняет это, не помню где, по-моему, даже в хумыше. Это там включаются крысы, которые никак, они, насколько я помню, по биологии, называются млекопитающими. Ся, нет? Млекопитающие, ся. Млекопитающие. Значит, несмотря на то, здесь не это, мы не говорим про определение биологическое, мы говорим про определение шерц. То, что повторяет, имеет в виду шерц, то есть это животное, у которых брюхо, в всяком случае, близко к полу, так что это выглядит, что это ползет, а не идет. То есть, животное, которое ходит, это не называется шерц, собака, это не называется шерц. Потому что сегодня, правда, есть такие собаки, которые тоже, я думаю, что у нас есть шерц всякие. Всякие таксы нет. А таксы, да. Таксы, я думаю, что потребуют называться шерц, может быть, даже. Я не знаю точно. Но это разницы нету сильно. Лехар копав, может быть. Ну, не важно. Но, в принципе, собаки нормальные, которые до таксовой эпохи, они все ходят так, что видят, что они ходят. Кошки и так далее. А есть пленки, которые включают всяких этих самых, ящериц и так далее. Тоже называется шерц. Значит, слово шерц, оно никак не относится к биологическому названию присмыкающейся. Относится, что это такое, это вещь, которая выглядит, как ползет. То это мы говорим, это самое. Дамаля, человек, который написан, коль шерц лотухель, поскольку написано, любой шерц не ешьте, то, соответственно, человек, который ее съел даже на маленького размера, и с этого начинаются большие проблемы у нас с червяками. Шу хаяф, что ему полагается вичевание. Потому что она, как она создана, так она и есть. Целиком свлекается вещь, которая создание, белья. Человек, который съест создание, которое нельзя есть, полагается он бичевание. Это не то, что полагается, половину можно. Человек, который съел половину, у него нет бичевания, если он съел меньше кизайца. Что? Что? Это меньше, чем кизшивур. Так, в Махлоке, это асур дара вайну, дара вайса. У него, в случае, запрещено. Есть спор, запрещено, и дара вайс, и дара воно. В последние пары, в последние пары, в кем-то сахет юма, лалахам, баскиш, и сур дара вайса хотят сделать за это бичевание. Он говорит, что это самое Так же и это самое Так же и одна пшеница Это тоже кабриос Одно пшеничное зерно, которое тоже меньше козаис Одно пшеничное зерно, оно явно меньше, чем маслина Во всех измерениях Несмотря на то, что она, как сказать Меньше, чем маслина Все равно за нее полагается Говорит Раби Шимон Полагается Малкус Мы видим, в чем там спор Мудрецы говорят, что лоха как хохоми Чтобы получить бичевание, нужно съесть козаис Кроме те вещи, которые называются Берия На это не ответили, но Гмара Потом разбирать, чем дальше спор Дойдем до этого Я не знаю, когда, но дойдем Мы прошли Бесеяда Дешмая Мишна И начинаем Гмару Говорит Гмара У нас в Мишне написано, что человек, который Заработал, сделал нарушение Из запрета, за которые полагается Карет Ему полагается бичевание Это первые примеры в нашем Мишне Рюна Лойкина Баля Ахойсой Человек, который Вступил в запрещенную связь Благое с своей сестрой Ему полагается Карет Так все и написано В нашем Мишне написано, что ему полагается Малкут Но ни одна из примеров, которые при нам Мишне Очевидно, здесь не упомянула Те преступления, за которые полагается Смертная казнь То есть наша Мишна явно считает Следующую вещь Так можно понять из примеров, которые наша Мишна привела Что наша Мишна считает Что за запрет, который полагается Карет, полагается бичевание За запрет, который полагается Смертная казнь, не полагается бичевание Это то, что сразу Мурак говорит Хайвей Крисус Катани, то есть те запреты, за которые полагается, когда-то не в нашей мечте, перечислены. Хайвей Мисус Бейзин Лок Тани, а запреты, за которые полагается смерть в руках суда, как подозвать это, в суде человеческом, они не перечислены. Масни Син Манэ, это Мора знает, что на этой теме есть спор Танаим. Есть спор Танаим, когда какие, как сказать, сейчас мы видим, в чем есть спор. В следующем случае Мора знает, что в этом есть спор. Говорит, Мора, какое мнение идет наша Мишна? Раби Акивы. Найдетка Раби Акива, Детания. Сейчас Мора приводит Брайтов, в которой есть три мнения. Сейчас будем все три мнения разбирать. Детания. Ихад Хайвей Крисус, вихад Хайвей Мисус Бейзин, Ишно Бихлял Малкус Арбоим, Диврей Раби Ишмой. Значит, Раби Ишмой говорит следующую вещь, спорит с нашим Мишной, что и человек, который нарушил запрет, который полагается Карет, и человек, который нарушил запрет, за который полагается смертная казнь, ему полагается бичевание. Полагается 40 ударов. Дивра Раби Шмой, это который пишет. Раби Акива, Мэр, Раби Акива с ним спорит и говорит. Значит, говорит Раби Акива следующая вещь, что Хайвей Крисус, человек, который нарушил запрет, за который полагается Карет, ему полагается бичевание. Человек, который нарушил запрет, за который получается смертная казнь, за это нет бичевания. Раби Акива объясняет свое мнение, почему. Потому что он говорит такая вещь, Карет от наказания в руках небес. Сколько в руках небес небес, если человек сделает шуву, сделал раскаяние, его прощается Карет. Карет может себе снять, если он делает шуву. А Митаби, то есть человек, который нарушил запрет, за который полагается смертная казнь, в руках суда, ему шува не помогает. Даже если он говорит, что я раскаиваюсь, это самое, действительно раскаивается. Безни, несмотря на это, его должны казнить, нельзя помиловать. Сделал прегрешение, за которое полагается смертная казнь. Когда его постановили смертную казнь, даже человек раскаивается, как это самое. Очень глубоко и очень. А, и говорит, что больше не будет, обещает, больше не будет и даже плачет. Все равно ему это не помогает, у вас выйдет смертная казнь. Даже если плачет, как сказать... А, да. Значит, в вашем случае так говорит, нужно понять, почему, в случае так написано здесь. Говорит так, это тоже говорит Рабя Акива. Нужно понять, какая связь, но то, что он говорит сначала. Значит, Рабя Акива говорит... Человек, который нарушил запрет, за который полагается карет, ему полагается бичевание, он получает 40 ударов. Потому что если они сделали шуву, бейзин шельмаля моих линлогин, потому что небесный суд им прощает, бейзин верхний суд им прощает. Человек нарушил нарушение, за которое полагается метад бейзин, то есть полагается суду, полагается убить нашему земному суду. Ему не полагается 40 ударов. Почему? Потому что даже если они сделали шуву, даже если они сделали раскаяние, суд не прощает. Это второе мнение. Третье мнение, что и карет, человек, который зарушил положение, за которое получается карет, ему не полагается смертное, ему не полагается, извиняюсь, этот самый, малкус. Почему? Раби Скотицках так считает, и третье мнение, то есть у нас три мнения. Первое мнение Раби Шмой, что даже за те преступления, за которые полагается смертная казнь, также есть и бичевание. Гмара пока что поняла, что делают сначала бичевание, потом делают от руки голова, потом делают забрасывание камнями или там не знаю что, сэра, эра, кэнак, с рейфа, скила, что полагается на исчезлице. А? Гмара поняла, что делают то и другое, потом у него выбирают другие мнения. Так считает Раби Шмой, так, что мы понимаем мнение Раби Шмой. Раби Акева говорит, что нет, за вещь, которая полагается смертной казнь, не полагается бичевание, его только убивают. Третье мнение. Раби Скотицках даже за человека, который нарушил отношения, за которое полагается карет, тоже ему не полагается бичевание. Здесь уже Раби Шмой говорит, сразу же объясняет, почему. Так, значит, можно открыть наш Порошат Шабоа, можно понять, что здесь написано. Значит, объясню, что здесь написано. Значит, у нас написано следующая вещь. У нас в Порошатах Ареймод в конце написано запреты про этих самых родственных связи, да? Одна из первых это Ахото. Так написано, что запрещена связь супружеская с сестрой. Дальше написано. Дальше написано в конце, что любой человек, который одной сделает одним из немерзостей, в смысле, которые причислены здесь, то есть одни из запрещенных колок связей, и так далее ему полагается карет. Так написано. Дальше у нас есть очень интересное в этой самой в Порошатах Ареймод в конце. Значит, следующая вещь написана. Иш, человек, который будет самосплознить замужей женщину, нужно убить их. Иш, человек, который с женой и папой, тоже ему полагается. Иш, колосой, свою невестку, тоже полагается. Иш, колосой, Захара, тоже полагается. productик и нигде, тоже не так, что человекобиды. Значит, написано... Дальше написано. ...виш, ашарикаха, сахуса. Ибасу, вибасу, басы, муу, басы, му,оу ибара, исарбосо, хытира, исарбосо, хесын гиваних рэссу, виних рису, лэйна ибняя. Мумирв аасаху, исогиляв вино иисо. Значит, написано интересный послуг, который нужно понять, что он приносит нового. Человек, который возьмет сестру, сыну, дочку отца или дочка матери, и будет с ними запрещенных связей, написано, «Вы не хрису, вы не ямом», у них будет карет. Нужно понять, зачем этот пасук написан. У нас же написано, что все, кто сделал одну из запрещенных, одни из них, мы сказали, это была сестра, полагается карет. Зачем здесь отдельно еще раз написано карет про сестру? У нас уже было в прошлом прошедшего, то есть как раз это «Ахаримойс и к дойшим». «Сов Ахаримойс и сов к дойшим» — это два лихуров пасук, которые написаны, стих, который мы только сейчас прошли в конце к дойшим, в конце пришлось к дойшим. Он с первого взгляда кажется излишним. Почему? Потому что уже написано карет, что любой человек, который сделал один из запрещенных, один из этих мерзостей, полагается ему карет. Зачем это делилось? Написано «Ахасой» — то, что были травитцев здесь. «Амравитц хомер хэвэй крисус бихляляю». То есть все хэвэй, все запрещенные связи были к ритоткам, скалю коль шарасэм и коль атаивот эли. Все, кто делал один из этих мерзостей. «Вэляма, яйца, скорэс баху, и все, зачем отдельно написано про сестру, что есть карет, лидуно бы корэс, вэло бы скило, бэмалкус». Сказайте, что только карет есть, а больше ничего нет. Скажите, что да, ляха, что есть. Зачем это написано? Чтобы ты знал, что за сестру полагается только карет, а ничего другого. Так считает Рабицкок, поэтому считает отсюда, что за карет, те вещи, которые есть в карет, есть только карет, а никаких других наказаний нет. И поэтому нет также и мечевания. У нас есть три мнения, которые будем разбирать уже завтра. Раби Шмоль, Раби Акиба, Рабицкок, нужно запомнить это. Раби Шмоль говорит, что даже за преступление, за которое полагается смертная казнь, есть также, кроме смертной казни и удара мечевания. Раби Шмоль, Раби Акиба считает, что только если здесь смертная казнь, то нет убичевания. Но если есть карет, то да, есть убичевание. Раби Шмоль считает, даже если есть карет, то нет убичевания. Когда есть убичевание в тех запретах, которые не написаны, карет, в обычных запретах. Мамзерет, то есть наша мечта написана. И наша мечта, как мы сказали, делает, как мы не Раби Акиба, потому что она привела примеры именно с каретами, не привела примеры с смертной казнью. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...